здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня для одного из подписчиков решил снять видео по выращиванию головчатотиса есть головчатотис харингтона и головчатотис форчуна в принципе точно так же как головчатотис выращивается и тис обыкновенный или там птиц любой колоновидные любое давида и так далее из семян сегодня расскажу о своем опыте на самом деле выращивания этих растений не выращивать их непросто люди обычно хотят ну так же как и я тоже отношусь к этим людям хотят чтобы максимально быстро зашли всходы то есть посеяли там течение месяца зашли всходы но на самом деле у головчатотиса и утиса у них период покоя семян может достигать до двух лет то есть некоторые семена могут зайти допустим зимнюю стратификацию сделать то есть посеять поставить горшочки вот так вот под снег на улицу и весной они взойдут весной и летом у каждого по всем по-разному бывает но у некоторых эти семена могут лежать аж до следующего сезона поэтому период покоя у многих семян вот именно тис вот я столкнулся с тисом и по головчатотису у них вот длительный такой период покоя поэтому не стремитесь быстро их выкидывать они могут зайти на следующий год поэтому лучший сейте их в горшки и отставляйте в сторонку это такие длительные всходы будут часть из них зайдет за первый сезон часть зайдет за второй сезон также головчатотисы можно скарифицировать это то есть быстрее они прорастут скажем так во многих источниках пишут точнее я сам не скарифицировал что прорастут быстрее в этом году я также приобрел себе головчатотис харингтона и головчатотис форчун по пять семян каждого семена довольно крупные в общем я их посеял и вот они у меня вон там стоят под агроспаном то есть снегом засыпано все под агроспаном они у меня там стоят как в этом году будет не знаю я их не скарифицировал что касается прошлого моего опыта по выращиванию головчатотиса я точно также высевал как обычные семена и ставил на улицу всходят они очень плохо оболочка у них твердая часть у меня зашла на пир в первый год на второй год не знаю что как я обычно до второго года редко дожидаюсь смотрю если горшок пустой я в него втыкаю либо там какой-нибудь черенок чтобы он укоренялся либо еще что то точно горшки не пустовали поэтому вот он по моему опыту головчатотисы у меня взошли один год весной ну скажем так в мае они начали всходить или даже в июне начали всходить головчатотисы то есть поздно они взошли но связи с тем что скажем так перелив сделал у нас часто идут дожди часто ну ты такой сезон был дождливый и полив часто я производил для допустим ту или каких-то других растений для вегетирующих там каких-то саженцев да они вот этот перелив ну нормально переживают потому что они растут в торфе хорошо дренированная земля скажем так и они не пострадали скажем так а от так такого сильного перелива другие сеянцы также не пострадали но больше всего пострадали головчатотисы они начали загнивать и кстати говоря магнолии очень тоже не любят перелив тоже очень сильно из сеянцев страдали из всех магнолий грандифлор что у меня вот было два сезона назад я вырастил выжил выжила одна это потому что ее успел пересадить в открытый грунт я показывал уже эту магнолию сама под снегом ее не видно поэтому головчатотис скорее всего во многих источниках пишут что нужно скарифицировать нужно пробовать конечно и так и так но семена скажем так не дешевые поэтому их лучше всего я бы порекомендовал либо такие есть целлофановые пакеты с замочками вот положить вот в целлофановый пакет замочкам можно не скарифицировать положить и насыпать туда влажных опилок или влажного песка насыпать то есть опилки отжать хорошо что там влаги сильно не было и убрать холодильник чем раньше вы это сделаете чем дольше она будет находиться в холодильнике тем лучше обычно у них до полугода идет период покоя где-то через полгода они входят семена поэтому трех месяцев зимы ему недостаточно поэтому некоторые из них не входят лежат до следующего года холодильнике вы же можете для них создать условия именно покоя полугодового этому полгода спокойно можете в холодильнике держать и посеять их допустим к лету там в мае месяце скажем так то есть допустим вы получили эти семена ну допустим в ноябре до к примеру или октябре то есть ноябрь один месяц декабрь январь февраль март апрель в апреле можете тогда то есть 6 месяцев выдержали в холодильнике и посадили но обычно когда период покоя у семян заканчивается они начинают прорастать уже сразу в холодильнике поэтому ну как то так тоже очень хочу вырастить головчатой тисы и высадить у себя в открытый грунт на клумбы пока у меня не очень это получилось один год они зашли кое-как они там маленькими такими сеянцами мучились мучились тисы первый год кстати говоря дают небольшой прирост первый год они выходят маленькие такие вот такие же маленькие выходе головчатой тисы только с более длинной хвоей вот она второй год 2 3 год они уже начинают нормально расти прирастать поэтому нужно создать им условия чтобы не было перелива чтобы успеть их вовремя пересадить большую емкость если это требуется и так далее если вы видите что грунт сильно перевлажнен в общем нужно возиться с этим вот я с этим возиться некогда было у меня была куча работы другой поэтому у меня вот то что выживает то выживает и вот выставляю естественным путем по головчатой тисом у меня ну немножко вот сложнее что касается ногоплодника ногоплодник всходит быстро вот на странность я получил семена пока не ко мне по почте шли они уже взошли то есть пакетиках были замочками тоже скорее всего холодильники на стратификации находились пока никами по почте шли они уже зашли все десять штук я посадил уже в горшочке дома один уже почти вылез уже из земли остальные пока сидят на улице вот как видно холодно морозы до минус 12 морозы доходят поэтому растение это чувствует семена это чувствует поэтому в такую погоду даже в доме они не особо хотят выходить пути сам вот вот на тисах до сих пор остались ягоды в принципе можно собирать эти ягоды и высевать вот ягодах есть эти семена вот ягоды вот в них есть семена эти семена также можно высевать не также взойдут ну возможно не в этом году на следующий но они взойдут я обычно вот такие вот такого плана семена вот они их высеваю вот такие вот у меня деревянные есть ящики туда я высеваю такой все подряд особенно такие семена которые долго долго играющий скажем так я их называю долгой стратификации нужно вот такие ящики их высеваю и все и вы про них забываю и допустим в этом ящике какие-то другие сходят семена их вытаскиваю пересаживаю остальная земля остается просто подсыпаю и дальше также сюда подсыпаю потом уже в этих же общих ящиков допустим на следующий год начинает сходить уже семена тис и так далее точно также аккуратненько пересаживаю разговаривал сидоренко как-то несколько лет назад у него компостная куча есть он нет не сидоренко это будет по моему орлов орлов я ездил к нему на семинар и вот он рассказывал что там семена где-то что-то вот он просто кидает на компостную кучу общиком у которой там не проросли еще что-то они начинают прорастать на этой общей компостной куче вот таким же способом можете сделать допустим не проросли у вас семена есть у вас сомнения что эти семена могут не взойти подготовьте отдельные ящики просто или сделайте такой ящик типа компостной кучей туда просто их скидывайте они там у вас возможно на следующий год вырастут то есть можно вот таким способом за можно сделать как вот у меня ящики туда вот просто то что не зашло туда все и все равно в любом случае это зайдет потому что то же самое и с кипарисами я заметил кипарисы когда свежие семена собираешь сеешь они входят в течение месяца дружненько все сходят практически сто процентов семян сходит но если семена высыпались шишечек и какое-то время полежали даже в пакете неважно в закрытом схожесть у них снижается то есть им нужна стратификация скажем так прорастают они похуже скажем так либо стратификация нужно немножко в холодильнике подержать их либо кипятком ну горячая вода холодная вода вот в таком плане высевать либо перекись использовать тоже есть я лично не использовал не знаю ну как здесь дезинфекция и лучше прорастает многие говорят что это факт вот поэтому как то так вот перед вами сортовой тис не знаю как он называется фастигиата или как он называется со сортовой очень медленно растущий это узкоколоновидные такие тис и темно-зеленый у меня есть из давида он такой с полосатыми у него к молодой прирост полосатые такие вот желтые зелеными вот такими вот хвоинки он сейчас у меня там под снегом тоже вот растет колоновидно зимой он желтого оттенка у него абсолютно нет вот он обычный зеленый вот такой удлиненных ой не сильно отличается от тисов вот других обычных но весной у нее прям желтые такие приросты выходят полосатые такие красивые это обычный зеленый как зимой так и летом сильно даже в цвете не меняет это немножко другие сорта тиса вообще тисы это одни из моих самых любимых растений поэтому вот я хочу посадить еще и головчатотисы и ногоплодники хочу высадить у себя в грунте попробовать понятно что там этот ногоплодники они более такие теплолюбивые еще бы их называют подокарп подокарпус в общем как то так для тех кто говорит что магнолия крупноцветковая или магнолия ну ой магнолия говорю гортензия гортензия гиграфила у нас нет не морозы не держит вот смотрите почка листики абсолютно вот видно листики зелененький такие прям не знаю видно не видно то есть приблизить не очень камера хорошая вот так вот видно что все пучки живые поэтому прошлый год позапрошлый год они у меня были открыты в открытом состоянии абсолютно ничего не вымерзла вот здесь еще у у меня есть гортензии посмотрим как они себя покажут ну часть конечно скорее всего обмерзла но вот основные вот листочки вот почки все живые даже уже вот листики начали выходить мы посмотрим как это будет вот чуть из такой относительно большой уже куст цветет у меня дает нет этот кстати говоря ягоды ни разу не давал этот просто цветет это видимо мальчик ягоды у меня дают он те два тиса вот тот и вот тот прям усыпан ягодами поэтому кому нужны будут семена возможно на следующий год пишите только заранее в августе хотя бы пишите мне я постараюсь вам собрать семена и отправить